Добрый день дорогие зрители канала Марина Цветы! Сегодня мы поговорим о пользе ежевики. Для многих эта ягода знакомая и вы выращиваете уже в своем саду. Много-много-много лет назад и я выращивала ежевику и называется ежевика еж-ягода. И действительно, когда-то я выращивала ежевику на колючих-на колючих кустах. Но прошло время и мы сейчас перешли на сортовые виды ежевики. Посмотрите, она достаточно крупная, сочная, сладкая и очень-очень полезная. Для кого-то это будет очень важная информация, а если для близких ваших будет полезно, я только буду очень рада. Обращаю внимание, что ягоду ежевику моем мы только непосредственно перед едой. И если вы ее собрали и сразу не сможете всю скушать, храните ее в холодильнике до 7 дней. Ежевика считается очень низкокалорийным фруктом. Всего лишь 35-40 килокалорий на 100 грамм. Но если она проходит термическую обработку, или мы варим варенье, компоты, железни и джемы, она увеличивает свою калорийность. Поэтому кто на диете, должны это знать. Итак, мы поговорим о составе ежевики, а соответственно из этого выходит и польза этой ягоды. У ежевики полезны и ягоды, и листья. Поэтому не забудьте засушить листья на осенне-зимний период и готовить очень вкусные еще травяные чаи. У ежевики достаточно большое количество витаминов. Витамин А, витамин В, тиамин, передоксин, рибофлавин, пантетоновая, фолиевая кислота, витамин С, ПП, токоферол. Содержатся микро- и макроэлементы. Это селен, натрий, цинк, медь, магний, железо, стронцы, марганец, молибден и еще есть какие-то микроэлементы. Я вам перечислила практически все, что необходимо для женщин. Ежевика богата не только минералами и витаминами, а также и другими важными элементами. Это флавоноиды и лейкоантоцианиды. Содержатся в листьях, содержатся жирные масла, в семенах, в зернышках меленьких, пектины, органическими кислотами. Это изолимонная, фенольная, винная и яблочная кислота. И главное, что ягода отличается большим содержанием полифенолов. Это антиоксиданты, которые помогают сохранить молодость, нейтрализуют свободные радикалы и борются с болезнями, онкоболезнями. Это как профилактическая ягода для многих очень важна. И даже то, что я перечислила вам, химический состав, говорит о том, что ежевика очень полезна и детям, и взрослым. Обладают не только ягоды, листья, стебли, корни, но в каждом элементе растения содержится разное количество веществ. Ежевика, еж, ягода, поможет укрепить иммунитет и привести в норму обмен веществ. Очень важно кушать ежевику женщинам, которые вступили в период менопаузы. Как я говорю, для женщин возраста плюс. Надо кушать достаточно большое количество этой ягоды. Она убирает дискомфорт и очень хорошо выводит женщину из этого сложного состояния. Она содержит много фитоэкстрогенов. И это сравни схоже с женскими половыми гормонами. Ежевику мы делаем с вами и варенье, варим компоты, мармелад, даже просто соки. Очень важно, что организмом усваивается 100% аскорбиновой кислоты ежевики. А значит, мы с вами разжижаем кровь и очищаем сосуды. По содержанию антоцианов она на втором месте после граната. Пектины избавят нас от лишнего холестерина и от тяжелых металлов. А полифенолы помогут нормализовать гормональный фон. Это очень важно для женщин всех возрастов. И снизят давление. Посмотрите, ежевика многим напоминает шелковицу. И черная шелковица точно так же снижает мягкое давление. А если вы кушаете спелые ягоды ежевики, это решит вам проблему и с кишечными проблемами. Проблему со стулом. Пожалуйста, регулярное употребление ягод поможет вам очистить сосуды от плохого холестерина. Значит, это профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Восстановить функцию капилляров. Активизировать работу мозга. Улучшить память. Успокоить нервную систему. Нормализует сон. Поддерживает мышцы сердца. Регенерирует клетки крови. Улучшает проходимость желчевыводящих путей. Снижает сахар в крови. Для диабетиков очень важно. Потому что они содержат малое количество углеводов. Повысит метаболизм в организме. И получить и усвоит уникальный витаминно-минеральный комплекс. Это чудо-ягода сохраняется не только в свежем виде. Мы можем ее и засушить. И заморозить. И законсервировать. И, дорогие друзья, хочу обратить внимание на то, что очень полезно кушать ежевику. И беременным женщинам благоприятно влияет и на маму, и на плод на протяжении беременности. Возможный витаминно-минеральный дефицит будет полностью ликвидирован. А после родов ягода поможет быстрее восстановить силы. Она нормализует гемоглобин в крови и заживляет раны. И ежевику использовали в древнем мире, в древнегреческие врачи. И это очень важно. То, что с древних времен мы можем кушать эту ягоду и восстанавливать свое здоровье. Используется она и в косметологии. И для женщин это является отбеливающим, омолаживающим и регенерирующим свойством ежевика. Благодаря маске из ее ягод можно убрать серо-землянистый оттенок кожи лица, избавиться от отмерших клеток. И можно приготовить и маску. Можно сделать смесь из молока и ежевичного сока. Можно просто наложить на лицо ягодное пюре. Если вы сможете засушить листья ежевики, то вы готовьте отвары, которые применяют при бронхите, ангине, расстройстве кишечника. Потому что дубильные вещества гинекологических заболеваний используют против спаек в послеоперационный период. Настой применяют наружно, как заживляющее средство для небольших ран. И внутренне применяют для снятия воспалительных процессов. Чай из листьев ежевики тонизирует кишечник, снимает боли при женском цикле, успокаивает. И используют при дерматозе, раздражениях на кожах и небольших язвочках. Листья ежевики можно использовать при лечении стоматитом и воспалении десен. Но ежевика и листья ежевики обладают еще патогонным и мочегонным действием, поэтому учитывайте это. И ежевика хорошо помогает при простуде, потому что содержатся флавониды и фенольная кислота, аскорбиновая кислота, которая снимает жар и оказывает противовоспалительное действие. Снижает уровень сахара ежевика и отвар листьев. И свежелистья можно использовать как для укрепления десен. У кого парадонтоз, парадонтин, их следует просто жевать. Готовим маски различные, это тоже очень хорошее средство. Помогает избавиться от мелких морщинок, заживить язвочки. И масло ежевики мы тоже используем в косметических средствах. В конце видео я вам расскажу интересную легенду, а сейчас немного о противопоказаниях. Первым делом это все, кто страдает аллергией. Обратите внимание, а в древности говорили о том, что полезные свойства ежевики, еж, ягоды настолько необыкновенные, что кто кушает ее и готовит отвары из ежевики, может прожить до 250 лет. Но ежевику нельзя кушать перезревшей и нельзя собирать с последней декады сентября. Так как полезную во всех отношениях ягода, полезные свойства переходят в негативные. А древние говорили, что в это время в ягоду помещается лесной дух и леший. Взять такую ягоду, значит навредить себе. Но, дорогие друзья, эта забавная сказка охраняет людей от болезни. Потому что перезрелая ежевика способна причинить вред. Ежевика может спровоцировать аллергию, вызвать такие симптомы, как сыпь на коже, тошноту, диарею и даже рвоту. Люди, страдающие аллергией, чтобы не причинить себе вред, должны знать об этом, помнить и действовать так, как советует врач. Дорогие друзья, спасибо, что вы прослушали эту информацию. Поставьте класс, если это для вас важно и полезно. Подписывайтесь на мой канал, просматривайте плейлисты по тематикам. И мы не потеряем друг друга. Продолжение следует... Продолжение следует...